Одного из выпусков новостей ЧГТРК «Грязный», там сейчас у них, оказывается, появился новый корреспондент, корреспондентка. Давай посмотрим. Здесь я мечтала стать строителем, как мой папа. Сегодня здесь я чувствую ностальгию. Работяга, ас-саляму алейкум, поздравляю всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Ва алейкум ас-саляму ам-баркату, работяга. Я присоединяюсь с твоим поздравлением. Амин. Саляму алейкум, дорогой брат. Хотелось бы развернуть ответ, если можно. Что лично для тебя есть месяц Рамадан и связывает ли тебя что-то особое с этим месяцем? Может, случаются чудеса в этот месяц? Ва алейкум ас-саляму. У меня какой-то особенной истории нет, связанной с Рамаданом. Я не припоминаю его, в любом случае. Для меня Рамадан, так же как и для любого мусульманина, это священный месяц, это время, в которое можно взять максимально награды, выжать максимум из поклонений, тех ежедневных, которые мы совершаем. В месяц Рамадан это очень благословенное время, которое нужно использовать с пользой для себя. И в мире этом, и в мире будущем. Стамсо, почему ты сказал, что время намаза в расписании это недостоверно? Над этим работали ученые, узнавая время и местность. Ну, к сожалению, это не совсем так, потому что в разных приложениях время разное. Ну и самое главное, ты к своим глазам-то не верить не можешь, и ты видишь, что это неправильно. В большинстве своем обычно на утреннюю молитву вообще время не сходится. Поэтому нужно следовать сумме, а не расписание, которое кто-то как-то рассчитал, может быть неправильно. Если ты будешь следовать сумме, нигде в сумме ты не увидишь, что вообще такое слово, как расписание, его не существует. Поэтому, соответственно, лучше изучить этот вопрос и ориентироваться на свое зрение. Я спрашивал, это у ученых, и они мне ответили. То расписание, которым пользуется большинство здесь, в Скандинавии, это и есть в Борс ТВ. Мне даже страшно спрашивать тебя, кто твои ученые, кого ты называешь ученым. Случайно не какой-нибудь хампаш, который живет у тебя по соседству и умеет читать на арабском языке, не он у тебя ученый. Что за детские разговоры, какое расписание? В исламе нет такого понятия, как расписание. Не существует вообще в принципе. Давай, это не религиозная площадка, давай не будем здесь на эти темы. Если тебя интересует ответ на твой вопрос, ты найдешь его. У тебя есть все необходимые инструменты для этого. Раз ты можешь писать здесь мне комментарий, значит ты можешь просто выйти в Google и задать поиск по ключевым словам. И ты найдешь ответ на свой вопрос. Если так, то на севере Швеции вообще нету дня зимой и нету ночи летом. Что делать тогда? На это отвечают ученые. Не у меня, наверное, надо спрашивать. А поискать ответ среди исламских ученых. Уже давно, где-то, наверное, 1400 лет назад уже ответили на все эти вопросы досконально. Изучи, посмотри, и ты найдешь ответ на свой вопрос сначала. Томсо президент Аджикистана запретил людям держать пост. Серьезно? Я не в курсе этой темы. Вообще, похоже, да, крышу снесло человеку. Да, президент Аджикистана сказал, что нельзя держать пост, люди должны работать на полях. Очень интересно. Он не запретил, а рекомендовал не держать в разу, так как нужно работать на полях. Но это все меняет. Видел разговор Глуховского с Джамбоксом? Видел. Я видел. Я получил очень такое серьезное удовольствие от этого просмотра. Было смешно наблюдать за тем, как надменно напыщенно себя вел Джамбокс. Кто не смотрел, посмотрите, поставьте скорость на полтора, 1.5. Таким образом, вы быстрее посмотрите. Там где-то, по-моему, около часа идет, а вы его за минуту 40 просмотрите. Вообще, прикольно наблюдать за тем, как человек начинает себя вести, когда он чувствует, что его собеседник перед ним чувствует свою вину, как-то присмыкается, говорит с ним в уважительном тоне. И вот это моментально меняет поведение Джамбокса. Он такой сразу, он даже сидит так надменно, он сидит, развалился. Обращается к Глуховскому исключительно на «ты». Глуховский к нему на «вы». И он его постоянно там где-то обрубает какие-то моменты. Короче, ведет он себя с ним не так, как вел себя в разговоре. Совершенно другой Джамбокс в этом разговоре. И это очень смешно, конечно. Тумсо, твое отношение к Джамбоксу понятно, но были ли какие-то его тезисы верны? Ведь я тоже против, чтобы сестер-чищенок выставляли не в лучшем свете. Слушай, я тоже против. Мы же не об этом говорим. Я тоже против. Но я понятия не имею, в каком свете там кого выставили. Я, честно говоря, для меня вообще было новостью. То, что я увидел. То, что он там описывал. Но мне просто вот это его поведение, то, как он себя вел, как он там аргументировал, как он... Оф, ой, ну это просто... Если бы вот находиться там рядом... Ладно, не буду. Фух, я попытаюсь понять еще раз этот вопрос. Если бы было правительство Ичкерии, и там сняли в России... Там сняли в России... В России сняли бы фильм, наверное, имеется в виду, да? Допустим, я так это пойму. Такой фильм, где мусульманам в Чечне... То есть, в России сняли бы фильм, в котором бы мусульманок, то есть чеченок, выставляли бы несмиренными и сочувствующими ЛГБТ, и так далее. То должно ли правительство против этого выйти или нет? Ну, конечно, должно как-то отреагировать на подобное. И, разумеется, отреагировали бы. Какая-то реакция, там, наверное, нота высказывания. Ну, какая обычно бывает на такие вещи реакция? Просто какой-то официальный пресс-релиз какой-то, кто-то бы высказался, что-то подобное, наверное, было бы. Ну, в Чечне такой фильм, конечно же, не показали бы, однозначно. Ваня. То есть, всё-таки, определённая грань свободы слова должна быть, да? Вроде ты говорил, что в Ичкерии должна быть свобода слова, но, с другой стороны, такой фильм о чеченках нельзя. Где та грань тогда? Да, я всегда говорил, что грань, любая свобода должна ограничиваться, какую-то грань она должна иметь. Конечно, свобода слова должна иметь свою грань, безусловно. Оскорбление чувств верующих, оскорбление, там, писаний, пророков, это вещи, которые недопустимы, это грань. Оскорбление людей на почве, там, их обычаев, там, этноса и так далее, расы, это тоже грань, нельзя переходить. Это подобно тому, как нельзя человеку поднять телефон, позвонить, там, в переполненный стадион и сказать, что он заминировал. То, что ему так хочется. Это не его свобода слова. Ты можешь сказать, что, ну, свобода слова он захотел, так сказать, пускай сказал, нет. Конечно, нет, это приведет к огромным проблемам. Поэтому там, где свобода слова приводит к проблемам, она, конечно же, должна ограничиваться. Беспредел – это не свобода слова. Любая вещь должна иметь какие-то разумные границы и ограничиваться. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Что скажешь насчет открытия новой аллеи в Грозном? Слушайте, я не знаю, что там за аллею в Грозном открыли, но вот хотел показать вам отрывок из одного из выпусков новостей ЧГТРК «Грязный». Там сейчас у них, оказывается, появился новый корреспондент. Корреспондентка. Давай посмотрим. В детстве я мечтала стать строителем, как мой папа. Сегодня здесь я чувствую ностальгию. Два с половиной километра нового асфальта. От минутки до улицы Калинина. Дорога стала гораздо шире, чем раньше. Просто иллюзионист. Просто зачем? Больше нет вопросов. Просто объясни зачем. Чингис Грязный. Новая корреспондентка ЧГТРК. Это моя кадра, не трожь. Чингис Грязный. Звучит круто. Кстати. Стоит об этом подумать, иллюзиониста. Может поменяешь свое прозвище с иллюзиониста на Чингис Грязный. Чингису в одном не откажешь. В признании его изобретательности. Креативный малый. И соратников набрал себе под стать. Так, немецкий солдат чего-то-чего-то там. Три бумаги от командования Вермахта. Угорнул ЧГТРК, когда корреспондент сказала, несмотря на недоверие к системе здравоохранения, уровень развития медицины в Грозном растет вверх. Они издеваются, что ли? Я этого не слышал. Рептилоид. Почему чеченцы пытаются задеть русских, обвиняя русского Ивана во всех своих бедах? Ведь этот защитник Корана и Сунны унизил ваш народ. Запугал каждый из вас ищет беду в русском, сидящем на печи. В русском Иване, как ты сказал, может кто-то и ищет. Я не ищу это, не ко мне. Однако, делать из Кадырова демона, при этом обеляя тех, кто посадил туда Кадырова и позволяет ему утворить этот беспредел, управляет им. Но это так себе трюк. Поэтому не нужно здесь акцентировать внимание на каком-то национальном признаке, что русский, Иван и так далее. Мне не важно, в какой национальности этот человек, сидящий в Кремле. Но именно они несут главную ответственность за то, что сегодня происходит в Чечне. А не только и не столько, наверное, Кадыр. Хотя с него ни в коем случае не снимается, конечно, ответственность. Но там люди от того, что Кадыров плохой, они хорошими не становятся. Они еще хуже. Ноу-Нейм. А почему бы тебе не вести свой блог, как правозащитника-мусульманина, а не политика-историка-исламобеда? Иногда ты отвечаешь на вопросы вне своей компент. Ну, я, наверное, все-таки веду свой блог так, как считаю нужным. Здесь бывают и темы правозащиты, и истории, и политики, и ислама. Мы касаемся разных тем. Здесь нет какой-то узкой специфики. Те вещи, о которых я знаю, на которые я компетентен отвечать, я на них отвечаю. И это может быть даже вопрос медицины. Но если я знаю ответ на этот вопрос, то я на него, разумеется, отвечаю. Обсуждение каких-то тем тоже у нас идет. Даже если... Это нормально. Даже если мы в чем-то досконально не разбираемся, мы можем это обсудить. В этом тоже нет ничего плохого. Что касается твоего последнего замечания, что я могу быть иногда некомпетентен, это возможно. Каждый человек ошибается. Не без этого я не могу быть безошибочным. Но правильнее было бы все-таки указать на ошибку. Сказать, что вот в этом вопросе ошибся. Попытаться, наверное, исправить. Я, быть может, приму это наставление и исправлю эту ошибку. Либо я, может быть, не соглашусь, возражу, скажу, что нет, это не ошибка. Наоборот, вы ошибаетесь, пытаясь меня исправить. Хотя вы на самом деле на ошибочном мнении. Так и строится на самом деле дело. А так типа, почему бы тебе не делать только вот это, но... Потому что, наверное, я считаю нужным делать то, что я делаю. Александр, ассаляму алейкум. Тумсо, ты делаешь большое дело. Народ России в регионах с тобой. Мы не поддерживаем власть России. Не оставим тебя мы в беде. Не бойся депортации. Алейкум ассалям. Александр, это, конечно, воодушевляет и очень приятно, такая поддержка. Но я все-таки буду бояться, наверное, депортации. Не хотелось бы мне оказаться сейчас в руках у российских силовиков. Скажи, пожалуйста, я вот смотрю твои ролики и я сам с Северной Осетии. Хотел бы узнать одну вещь. Насколько долго вы хотите записывать свои видеообращения и к чему, по вашему мнению, они должны привести? Сержио Берлускони. Поживем, увидим? Каких-то планов определенных не имею. Жизнь покажет. Здравствуйте, Тумсо. Меня зовут Кирилл. Мне интересно, что будет с вами, если вас поймают? Вас будут пытать или сразу убьют? Я уверен, нормального разговора точно не будет. Кирилл Слащинин. Я думаю, они не откажут себе в удовольствии меня попытать. Навряд ли они меня просто так легко отправят на тот свет. Поэтому, да, они, конечно, надо мной поиздевались. Если Тумсо отправят в Чечню, то Ислам выпросит у Кадырова разговор с глазу на глаз с Тумсо. И отпустит его, чтобы тот вернулся с друзьями и Тумсо снова уедет. Ислам, я так понял, недалекий. Я думаю, больше ему такого шанса не дадут. Субтитры создавал DimaTorzok